МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка мира по вольной борьбе. И Гусейн Гасанов, судья международной категории, тренер-преподаватель Каспийской школы вольной борьбы имени Кура Магомеда. Кура Магомедова. Салам алейкум. Салам алейкум. Ну, прежде всего, поздравляю с таким успешным, триумфальным, наверное, выступлением наших борцов-вольников на этом турнире. Уверен, наверное, Майорбек Нагомекович, что тренерский штаб не предполагал завоевать именно пять золотых, наверное, медалей. На что рассчитывали и оправдали ли доверие наши вольники? Ну, я вам скажу, действительно, на пять медалей мы не замахивались. Хотя предполагали, при благоприятной ситуации мы, возможно, можем завоевать. Я недавно давал интервью, тоже я там тоже говорил. Дело в том, что вот 57-61 килограмм, вот после прошедшего в конце года турнира Кунаева в Казахстане, где участвовал, кроме Богомоя и Лебедева, весь пьедестал российского чемпионата, особенно 61 килограмм, когда наши ребята всех их обыграли, вот у меня тогда появился уверен, что в этих весах мы должны, как говорится, выигрывать. У нас в этом весе по 7-8 хороших, равных спортсменов. А вот анализируя, 65 и 84 килограмм, где у нас лидеры, за отсутствие Рамонова и Курбаналева, там Бекпалатов, естественно, безусловный лидер, и за отсутствие Садулаева, там и Кудья Магомед Шамиль у нас был, безусловный лидер. Мы предполагали, в этих весах у нас гарантированно должно быть. Ну, так получилось, что у Шамиля борьба не сложилась, всякое бывает, но хорошо, там подстраховал Даурин Круглиев, и этот вес, лидерство, как говорится, мы сохранили за собой, за Дагестаном. Ну, давайте сейчас мы разберем, наверное, буквально по косточкам все финалы за первое место, где участвовали наши борцы-вольники. Начнем с 57 килограммов. Заур Угуев, Артем Гибеков, общий счет 10-0. Ожидали? Не знаю, такого разгрома, потому что Артем Гибеков прошлогодний победитель Гран-при Ивана Ирыгина, и вот так вот как-то не пошла, может быть, борьба у него? Ну, мне, наверное, легче и удобнее, наверное, говорить про них, чем скажу в Гусейну, потому что непосредственно, сейчас я в данное время работаю в Хосеюрте, и они непосредственно тренируются при мне, и я каждый день их вижу. 10-0, конечно, не предполагали. Предполагали, что будет очень обоюдная, такая острая, такая бескомпромиссная борьба, но 10-0 никто не мог предполагать. Если вы помните, первый период закончился 1-0. 1-0, и то, по-моему, предупреждение было. Но тут уже в втором периоде, видимо, одно неправильное действие или рискованное действие Гибеков, когда проиграл, он полностью раскрылся. Кстати, он рисковал. Да, рискнул, и дальше уже, как говорится, им терять нечего было. А у Гуев, если вы заметили, весь турнир прошел очень ровно, аккуратно, и такая уверенно хорошая у него борьба была. Если не ошибаюсь, он набрал за весь турнир где-то 45 баллов. Он практически 7-10 баллов в схватке заканчивал. Поэтому вот его уверенная борьба, хотя про Гуев надо сказать, что он 2 года был дисклафицирован после юношеского чемпионата мира. Практически парень не боролся. Но мы знаем его потенциал, верили в него. И вот эти 2 года, объяснил сожидую нашему главному тренеру, из фонда, все время мы его спонсировали, таскали. То есть вы его держали в обоиме? В обоиме, все время был обоим. Бороться он не мог, мы соревнованы по правилам, но все время тренировался. И вот как только сняли с него это самое обвинение в допинге, ну, два срока, год-два, дисклалификацию. Он первый же турнир у Махановской показал, хотя борьба была тогда равная с Идрисом, если вы помните, в финале 1-1. Это межконтинентальный. Межконтинентальный. Потом такая же ровная борьба была у него из Буглене, где он выиграл. Шахсайдовский. Да. В Казахстане очень здорово он проявил себя. Вот это межконтинентальный, очень здорово боролся. Обошел Сюрюна, Тютрин, всех их обыграл он там. Вот после этого у нас такая уверенность была, и ставку практически делали на нем. Почему я еще раз объясняю? Потому что и Гебеков, и Исропилов, они уже проверенные бойцы, они ни разу участвовали. И тот, и тот участвовал на чемпионатах Европы. Исропилов выигрывал, Гебеков, правда, в тройку не попал, если вы помните, в Тибелесе. Вот молодой Угуев, вот на него ставку делали, потому что в 2020 году Исропилов, Гебеков, мы все понимаем, может быть и не дотянут, потому что возраст. То есть по возрасту. Мы поэтому делали ставку на Угуева. И есть более молодые ребята. Это Идрисов, есть Бодрудин, есть Магомедов Абаскаджи, который выиграл в прошлом году, и Европу по молодости, что призером мира стал. Есть другие очень хорошие ребята. Но Угуев среди них на сегодняшний день лучше. Но тем не менее, 10-0 это, наверное, не тот счет, который мы ожидали от Артема Гебекова, парень опытный. Парень опытный, да. В чем он проиграл Угуеву? Я думаю, чисто, наверное, скорее всего, тактически проиграл. Он не выдержал. Первое тут предупреждение его заставило активизироваться. А так, вы помните, равная борьба, пока до ошибки доводили. Вот он не выдержал, дальше ему надо было еще, может быть, придерживаться этого момента. Может быть, тому дали предупреждение, как судейство бывает. Рисканул. Ну, начал рисковать, а когда уже начал проигрывать, уже выхода не было. Тактически проиграл, я думаю. Так, второй финал, весовая категория 61 килограммов. Опять дагестанский финал, Ахмед Чикаев, Гаджумурад, Рашидов, бронзовый медалист чемпионата мира и чемпион Европы. Чикаев на этот раз переиграл, но счет 2-2, тем не менее, победа за ним. Ну, здесь уже чисто по судейским правилам. За перевод партии два балла даются, а предупреждение из-за выталкивания один балл даются. А когда 2-2, качество оценок, по качеству выиграл уже Чикаев. При счете 2-2 качество было лучше у Чикаева. Ну, мне кажется, Ахмед... Он прекрасно этот момент читал, просчитывал, и он не стал рисковать, 2-2 его устраивало. Можно сказать, что тактически Ахмед Чикаев все-таки немного переиграл Каджимурада Рашидова? Сейчас можно что угодно говорить, но практически так получается. Ну, знаете, я давно наблюдаю за Ахмедом Чикаевым, еще помню его на чемпионате России, если вы помните, в Казани 2009 год, я лично там был, и это единственный борец, который у покойного нашего великого борца, Бесика Кудухова, выиграл один период, если вы это помните. Единственный был Ахмед Чикаев. Потом у него как-то борьба не пошла, он ушел, я не знаю, ну, как бы в тень, и сейчас может опять у него второе, я не знаю, рождение как-то. У него, знаете, я вот так скажу, он немножко импульсивный очень сам борец, и такой, он может и выиграть любого, может и проиграть, в любое время. То есть стабильность у него? Стабильность у него нет. Вот сейчас в последний момент у него такой более стабильный, более зрелая борьба пошла у него. Вот особенно, вы видели, на чемпионате мира, и мы сейчас это увидели на Ярегинском турнире. Это нас радует. То есть парень, можно сказать, уже, если помните, предыдущие годы. На заметке тренеров национальной сборной. Он всегда был в сборной, он три года подряд выиграл Кадировский турнир и выиграл очень хороших ребят. Если вы помните, в 2015 году на Кубке Европейской нации в Москве мы его выставили против Хинчаи Гашвили, в 60, ну тогда 62 было с провесом. И он 10-0 Хинчаи Гашвили выиграл. После этой схватки Ахинчаи Гашвили, если не ошибаюсь, сейчас в рейтинге номер один? Номер один 57, правда. Он же на 57. Но они его привезли в 61. Кстати, Хинчаи Гашвили и Европу в прошлом году в 61 выиграл. Если вы помните, выиграл чемпиона мира азербайджанца. Так, а вот то, что Ахмед Чикаев на чемпионате мира стал бронзовым лишь призером, это означает, что тренеры уже его как-то вот списали? Или все-таки он еще в обойме? Я имею в виду сборная России. Я бы сказал вот так, что его не списывали, потому что в этом весе у нас давно не было медали на чемпионатах мира, если вы помните. Два последних чемпионата мира у нас боролся Богомоев, до этого боролись Кудухов, после Кудухов у нас практически не было медалей. И поэтому списать и сказать, что он плохо выступил, и это чисто по глупости, может быть, по своей глупости, может быть, вовремя тренера не подсказали, он упустил, выигрывая схватку на последних секундах. А может, все-таки волнение, потому что впервые участвовал на чемпионате мира? Может быть, может быть. Ответственность? Тут трудно сказать, конечно. Так, следующий финал Ильяс Бекбулатов, Чермен Валиев, Ирсов Аланья, 65 килограммов, Бекбулатов выиграл со счетом 7-3, причем выиграл с травмой кисти, если не ошибаюсь. У него и травма кисти, и травма ноги у него, голеностоп. И как раз так, если вы болельщики заметили, мы-то там, когда при повторе видно было, как нагло, на одну ногу сворачивал голеностоп, ему этот то есть, зная, заведанно. Зная, сворачивал ему этот самый и, если помнить, такой небольшой инцидент там был, быстро уладили и дальше он легко обыграл его. Ну, сомнений у нас, честно говоря, по Бекбулату и не было. Кто бы там не боролся, Валиев или там другое, мы знали, что равных его на сегодняшний день нет. Последние два года парень очень стабильно борется, борьба стала очень уверенной, парень поверил в себя техническим плане. Он, наверное, один из лучших технорей, наверное, в российской сборной. Вот у него была немножко, мы можем сказать, психологический барьер. Он ее преодолел и если вы смотрите, болельщики, естественно, за ним наблюдают на Лиге Индии там. Он как там разбирался со своими соперниками. Кстати, его команда стала чемпионом. Да, его команда стала чемпионом. Про Ростлинг Лиги. И практически все схватки он выиграл по 15-17 баллов там. Поэтому мы в него верили и даже не сомневались. Следующий вес 74 килограмма. Ахмед Гаджи Магомедов от Сама Санакоев. Гаджи Магомедов выиграл со счетом 5-0. Как вы оцените выступление именно Ахмеда Гаджи Магомедова в отсутствии первых номеров сборной России? Я имею в виду у Анимара Гедуева. Опять мне говорит. Можете заполнять. Получается ты здесь сидишь. Больше информации у вас и опыт. Честно говоря, по Гаджи Магомедову можно сказать так тоже Хасаверт тренируется. Парень вот кстати болельщик может не знают ему тоже предлагали выехать в Индию на эту лигу ему тоже предлагали иную сумму но он отказался он целенаправленно вот последние полгода готовился к Ярегинскому турниру. Именно к Ярегинскому турниру готовился он даже не ездил ни в нужные турниры целенаправленно готовился и вы знаете вот за отсутствие Гедуева хотя бы Гедуев если помнят наши болельщики на чемпионаты России буквально за 4 секунды он отдал бал в Махачкале. На прошлом году чемпионате? Не на прошлом а позапрошлом 19-го года. Поэтому он с Гедуев тоже неплохо борется но здесь мы делали на него тоже ставку но 50 на 50 потому что в этом весе очень неплохой состав у вас китайской сборной тот же Санакоев Хобешти Цаболов Валиев другие ребята молодые у них неплохие растут поэтому 50 на 50 потому что он мог их обыгрывать и обыгрывал у всех у них по несколько раз выигрывал правда и проигрывал тоже в том же Хобешти проигрывал нет-нет иногда Цаболов нет-нет проигрывал поэтому он как говорится 50 на 50 было ну хорошо что так закончилось но боролся с желанием таким напором он так хотел выиграть этот турнир доказать всем и я рад что у него это 86 килограммов очень интересный финал Даурен Куруглиев и иранец Мохаммад Джавад Ибрахими победитель первенства мира со счетом можно сказать со скользким счетом 4-3 Куруглиев все-таки взял золото в этом финале Гаджимурад вы специально пропустили 70 килограммов где нету лидеров я оставляю это на потом потому что там у нас нет золота случайно нет мне очень приятно конечно что Даурен выиграл хотя мы рассчитывали как я уже говорил на Шамиля Кудья Магомедова чемпиона Европы мы также конечно со счетом сбрасывали и Куруглиева и Мусалалиева и тоже Ахмеда Магомедова мы знали что любой из них готов показать себе тем более на последних сборах очень хорошо они были готовы показывали демонстрировали хорошую борьбу при спаррингах поэтому я вам еще раз говорю так получилось что Шамиля может он болел действительно может не заладил всякое бывает но подхватил его как говорится и стилу и Куруглиев довел как говорится нашу пользу и эту свою категорию хотя надо сказать что иранец очень сильный физический я имею ввиду а в техническом плане все иранцы они практически одинаковые только в ноги проходят хорошо защищаются но по силе доурина не отстает очень физически сильный но по скоростным качествам доурина намного быстрее и по техническим он так же лучше если многие не знают наверное он практически на этом турнире проиграл только два балла финальной схватки ни одного больше он балл не проиграл то есть на ноль все отбороться но правда много тоже не берется но то что взял он очень надежно так обороняется защищается так легко балл у него взять очень тяжело хотя я тоже боец уже сколько лет сколько турниров уже опытный два года он каждом году по 5-6 турниров международных выигрывает уже опыта набрался давно пора ему как говорится выстрелить и очень интересный финал к сожалению здесь мы взяли только серебро это Кайл Снайдер американец и Расул Магомедов 97 килограммов при счете 4-1 в пользу дагестанца все таки он умудрился потом проиграть почему ну во первых скажу так он настроился объяснили ему как бороться с Снайдером и начал он очень даже неплохо вперед как ему говорили по установке так и отборолся но видимо в втором периоде он уже решил что надо удерживать вот это была самая главная ошибка то есть удержание тем более это 4 балла это 2 перевода это 4 уже сравнивается понимаете это вроде бы каждые 4 балла это много но это при современных правилах это очень мало один бросок 4 баллы уже все ты проигрываешь поэтому он раньше временно остановился хотел удержать вот тут Снайдер уже переломил хотя я вам скажу 97 килограмм в России проблемы сейчас мы слышали Гадисова ушел с уходом Абдулсалама Гадисова ушел Гацава уже в возрасте тоже собирается уходить Палтукаев перешел на 125 Палтукаев в тяжелом весе дальше будет бороться не будет бороться тоже большой вопрос и основные соперники оставались это старый Белановский так скажем тоже возрастной уже в 30 и бойца наш Магомедов и с тем встретился и с этим встретился и обоих выиграл хорошо поэтому 97 килограмм можем сказать что опять таки лидерство это весь у нас если бы не было Снайдера может быть у нас и чемпион был еще один то есть замена Гадисова у нас растет да я скажу неплохой парень неплохой но у нас правда вы все наверное слышали наверное что это в весе возможно будет и Садулай то есть перейдет возможно по крайней мере он так объявил поэтому этот вес как говорится мы опять забьем так ну и 70 килограмм о котором вы упомянули Магомед Хабиб Кадим Магомедов завоевал бронзу это наверное успех для молодого борца ну скажем так Кадим Магомед уже был призером России чемпионат России был у нас здесь на регионе тоже был он пятым там был проявил себя ряда международных турниров очень даже неплохо зарекомендовал и на Алиевском и на Умахановском опять таки повторюсь в Казахстане парень уже как говорится на подъеме техническим планом очень подготовленный физически тоже единственное у него может быть проблема с этим весом то есть ему нужно определиться куда на 74 или или 70 но дело в том что когда про вес есть 2 кг ему более-менее легче 70 кг и я вам скажу этот парень должен был практически бороться в финале сейчас трудно это задним умом сейчас надо было кидать там челлендж не надо было кидать во время седакон схват когда он якобы сделал ну сделал брауле на наше рассмотрение он сделал брауле со стойкой там 4 балла мы бы хотели чтобы дали но дали только 2 балла но никто не решился не рискнул кидать челлендж и оставили это потому что 2-2 был счет думали дальше чтобы не обострять как пойдет но к сожалению он схватку проиграл ну проиграл достойно я вам скажу боролся по крайней мере нам очень понравилась его борьба так давно он не боролся честно говоря то есть прибавил парень прибавил ну естественно у нас бронза у Миланы додавшего весовой категории до 48 килограммов это наверное шаг назад все-таки для Миланы чемпионка России участница олимпийских игр тем не менее это третье место это все-таки непростой турнир проходной это тоже результат значит что она все-таки в строю тем не менее есть над чем работать в конце концов надо дальше работать чтобы быть победительницей но если сказать что у сборной сидит у дяды золотой медали я думаю что в третьем место учитывая это действительно это результат определенный так ну естественно нужно поговорить о судействе на этом 28 турнире гран-при серии Иван Ярыгин говорят судейство было очень даже объективным как вы оцениваете рефери по судействию в этом году очень все прекрасно прошло пригласили представителя United Wrestling поляка по имени его не помню но он очень прекрасно спорные моменты определял то есть не шел на поводу у кого-либо то есть ему навязывали говорили такую оценку или такую тем не менее он четко выносил решение лично свое решение и действительно учитывая те результаты выступления не только наших борцов но и тех же наших друзей Осетин и других регионов все довольны остались судейством во всех спорных моментах он очень прекрасно разбирался в положениях вот в этих моментах давал правильную объективную оценку от наших от России там был Григорьев Володя тоже не лез не мешал и поэтому сами судья справлялись со своей работой прекрасно если на них не создавать никакого давления я думаю и в любом турнире они будут так судить Ваша оценка работы рефери Вы знаете по завершению турнира мы с Магманом Гусеевым подошли этому поляку и поблагодарили его за объективное такое судейство за такое отношение ровное ко всем спортсменам он действительно как Гусеев сказал принимал сам решение никто на него не давил и сразу иногда даже был момент когда наши спортсмены например кинули челлендж хотя я и другие говорили что не нужно кидать ну на всякий случай кинули потому что там проигрыш ситуация была но кинули он тем не менее объективно оценил не в пользу нас потому что так оно было я это подчеркиваю еще раз нам не надо было помогать но главное не мешать не мешали еще один момент я скажу почему так получилось ну на каждых соревнованиях бывает представитель филла это раз поляк то есть это наблюдатель а вот на прошлогоднем самый ярегинский турнир была представитель самая итальянка Эдит Эдит итальянка вот которая все вот эти спорные моменты если вы помните и с Гаджи Магомедовым и с Имамом Аджиевым и с другим ребятам она разбирала и всегда не в пользу нашему вот я просто может быть раскрою секрет у нее дочь и сын часто приезжают здесь в Махачкало тренируются вот недавно тоже на сборы на сборы вот когда мы готовились на ярегинский турнир с нами готовилась итальянская сборная в том числе ее сына а дочка поехала на круглый озер и боролась на ярегина правда проиграла вот она будучи здесь когда мы спрашивали почему так мне давали такую установку любой спорный момент не в пользу дагестанцев она так открыто нам сказала понимаете и один момент еще я так заметил может быть она связана не связана но сейчас на этом году турнир проходил на футбольном манеже в связи в связи с подготовкой универсиады там 19-го года там зал тут на ремонт и практически на той стороне где были судей не было ни руководителей ни почетных гостей никого не было то есть не было лишних людей вот самое главное лишних людей не было и еще самое главное может быть и не было и журули которые все эти вопросы через кого решают например наше руководство ну одним словом удачно все сложилось в этом году на 28-м турнире серии гран-при Иван Ярыгин мы продолжим после короткой рекламы не переключайтесь напомню сегодня мы подводим итоги 28-го международного турнира по вольной борьбе серии гран-при Иван Ярыгин который завершился в Красноярске у нас в гостях Майорбек Иисупов заслуженный тренер России старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Игусейн Гасанов судья международной категории тренер-преподаватель Каспийской школы вольной борьбы имени Кура Магомедова Кура Магомедова всех интересует вопрос почему на этом турнире не участвовал Исмаил Мусукаев Должен сказать что Мусукаев в декабре месяце он уехал домой и когда лично я спрашивал его тренера Шеми Шемиева будет он бороться нет он сказал не будет у него проблемы с плечами болеет лечится до сих пор он не приехал он видимо залечивает свои травмы А Мурадин Кушхов наша надежда в тяжелой категории К сожалению Мурадин Кушхов мы на него так рассчитывали если бы он боролся бы я думаю несомненно и здесь мы выиграли бы но у него прямо в декабре под Новый год на тренировке выскочило плечо его пришлось везти в больницу под наркозом вставлять его и сейчас вот на днях он собирается прооперироваться в Москве то есть у него будет наверное восстановительный процесс насколько это продлится это вы знаете это такое чтобы не рисковать это такая травма я боюсь что вы знаете в таком тяжелом весе это очень сложно очень сложно редко кого можно которые сказать который вернулся это я помню на своем веку это Ахмед Аталов Велихан тоже ненадолго вернулся понимаете очень перспективный парень был это такая травма но в любом случае пожелаем ему здоровья наверное прежде всего потому что это очень опасная травма но боец я думаю достаточно ему с любитием Кушкова практически у нас в Дагестане тяжелая проблема стала хотя это проблема и всей российской сборной Белял Махов зарешил свое выступление нет он говорит что год отдохнул начну но смотрим поживем а как у него дела он уже насколько мне известно заключил контракт с UFC я этой информацией не владею сразу скажу не владею информацией так ну тогда опять вернемся к гран-при Иван Ярыгин победители поедут на чемпионаты Европы или тренерский штаб будет рассматривать может быть каких-то других участников других претендентов вот данное время сейчас с первого числа по 14 идет сбор в Адлере где команда готовится к Кубку мира мы уже состав как говорится на Кубок мира уже определен объявлен кто поедет туда ну планируется значит 57 килограмм Гебеков и Абакаров оба наши ребята это призеры Ирегинского турнира да да вторые и третье места 61 килограмм это Джамал Атар Султанов и Рассадин Виктор Рассадин в 65 килограмм в 65 килограмм Гогаев и Вальев Алан Гогаев да Алан Гогаев и Вальев в 60 в 70 килограмм поедут значит Акбаев тоже призер и наш Кадим Агамедов в 70 в 74 килограмм это Санакоев и еще другой Вальев в 86 это значит Владислав Вальев тоже и Ахмед Магомаев 97 Белановский и наш Рассул Магомедов и в тяжелом весе поедут значит Байцаев и прошлогодний чемпион России Магомед Магомедов наша земля в данное время тренируется и живет в Красноярске то есть Кубок мира это борьба стенка на стенку командный турнир да это стенка на стенку в Иране и он должен сказать что многие уже наверное знают Жеби очень серьезно для российской команды это в какой мы группе мы в группе где у нас группа это сборная Грузии она традиционно приезжает сильнейшим составом сборная Америки и Азербайджана единственная слабая команда наверное это Азербайджана насколько я знаю потому что ребята сейчас отказались бороться у них видимо там проблемы с финансовым им не дали денег зарплату за прошлый год поэтому они как бы бойкотируют это дело и у них практически команда возможно команду выставят какую-то чтобы как бы избежать штрафных санкций но сильной команды конечно там не будет если не изменится ничего в ближайшие дни в той группе конечно безусловно лидером будет Иран у них там команды в группе там да Монголия Индия и Турция турецкая команда тоже вот я разговаривал на днях с Исаком Там тоже ребята тот же Агюл тот же то есть сильнейший состав да ребята не все готовы сейчас поехать поэтому не все насколько я знаю в Иране у иранца выиграть командный Кубок мира это очень сложно ну практически не выигрывали практически не выигрывали учитывая поддержку их болельщиков это сложно так вернемся наверное к участникам чемпионата Европы все таки вы тренерский штаб определился кто поедет на чемпионат Европы гарантируют ли золотые медали ерогенского турнира участие на чемпионате Европы скажем так ну скажем так гарантировать никто не может потому что никто не застрахован от болезни от травм но предпочтение я думаю будет отдаваться победителям международного так было всегда так было всегда чемпионом именно именно чемпионом да Да. Но вот сейчас, когда мы уже состав определили на Кубок мира, и там, если мы не видим чемпионов турнира, мы можем предположить, что их будут готовить или направлены на чемпионат Европы. Но это, еще раз говорю, не стопроцентно, потому что и заболеть может, и травмироваться может, и тренерский совет может прибегнуть к каким-то там моментам, посмотреть там, да. Но я хочу сказать, вот эти ребята, они все достойные. Все достойные. Это начало только олимпийского цикла. Им нужно молодых натаскивать, проверять, дать возможность проявить себя. С этой стороны я бы дал возможность этим ребятам. Вот ситуация с 97 килограмм. Я хочу вернуться, потому что там хоть Расул Магомед заявлен на Кубок мира, но я так, насколько я знаю, я так с ребятами все время в контакте, ему предлагали вариант, или молодежный до 23 лет Европу, или Кубок мира. Но молодежная Европа чуть попозже, он, возможно, выбрал сейчас Кубок мира. Это как бы проверочный, это еще ничего не решает. Дело в том, что мы еще раз говорим, 97 килограмм в связи с уходом Гадисова. Гацалов уже перепроверенный. С остальным соперником он боролся. Он бойца его положил, выигрывая в схватку. Белоноскова он выиграл. И других ведущих ребят тоже выиграл. Поэтому я предполагаю, что он один из вероятнейших кандидатов на поездку. На чемпионат Европы. Который пройдет в мае в Сербии. В Сербии, да. 2-7 мая будет там чемпионат Европы. Поэтому с учетом того, что у нас 5 человек победить и было, может быть 6-й оказаться и Магомеду Расул. По крайней мере, нам бы так хотелось. У нас остается не так много времени. И давайте поговорим о предстоящем 11-12 февраля в Каспийском дворце спорта имени Аля-Лева в чемпионате Дагестана на призы первого олимпийского чемпиона по вольной борьбе за голова Абдулбекова. Как пройдет турнир и кто примет участие? Естественно, первые и вторые номера не будут участвовать. Естественно, как вы сказали, первые и вторые номера находятся на сборах. Они до 14-го числа там будут. И, по-моему, на следующий день еще ума должен пройти в Москве. Их, естественно, не будет. А все остальные мы настаиваем, чтобы боролись. Потому что сейчас немножко ужесточили эти самые требования к спортсменам. Они должны обязательно проходить этапы. Дагестан. Город, Дагестан. Город, зона, Дагестан, СКФО и Россия. Вот как раньше было, там толкали, спросили через кого-то. Это все убирается в сторону. Надо завоевывать, в первую очередь, сам себе лицензию, как говорится. Поэтому, да, с учетом этого мы настаиваем, чтобы все боролись. Так, кто будет обслуживать чемпионат Дагестана? Главным судей назначен Гадисов Магомед Расул. У нас сейчас новый председатель судейской коллегии Тагасан Исрапилов. И команда очень сплоченная. Учитывая, как прошел первенство республики по юношам, я думаю, что чемпионат тоже пройдет так же хорошо. Надеемся. В принципе, наша работа судейская, грамотно отсудить, дать оценку, которую заслужил сам спортсмен. Не добавлять и не убавлять. Я думаю, что пройдет хорошо. Зрители тоже, правда, не так, как хотелось бы их много, но надеемся, придут выходные дни. Ну, обычно у нас зрители прибавляются ближе к финалам. К финалам, вечером, да. Будем ждать, надеяться. Ну, люди подойдут, я думаю, в субботу, в воскресенье. Приглашаем всех посмотреть чемпионат. Так, на чемпионат СКФУ поедут победители или пятерка? В каждом месте. Ну, во-первых, по правилам допускается пятерка. То есть это шесть человек, получается? Это шесть человек, которые будут. Они гарантированно себе, как говорится, зарабатывают места сборной Дагестана, чтобы поехать на СКФУ. Ну, естественно, при желании, если появится желание у тех ребят, которые не боролись, я имею в виду сборной России, они могут себе позволить тоже побороться. Их всех допустят. Вообще сейчас практикуется такое понятие, как допуск по взносу. Если, допустим, участник заболел или что-то в этом роде, он может принять участие на следующем этапе, оплатив определенный взнос. И может и такое быть, что там тоже взнос сделали. Такое же было и практиковалось и на Ярыгинском турнире. Тоже было, да. Участник мог внести 30 тысяч рублей, участвовать на Ярыгинском турнире без всякого отбора. И если он занимал с первого по третье место, ему возвращали эту сумму. Вот такой был взнос на Ярыгинском турнире. Так, и еще раз, какой взнос будет? Здесь определенный взнос 3 тысячи. Насколько я знаю, 3 тысячи. Небольшой взнос будет, да. На эскафо, я имею в виду. На эскафоне вкусно. Мы сейчас не говорим о эскафоне, мы говорим о Дагестане. Чемпион Дагестана. Если у парня нет результата, за последний год-два, естественно, и не боролся на зоне или на городе, он должен заплатить, значит. И, пожалуйста, борется. Ну, и еще одна новость у нас на неделе. Абдусалам Гадисов стал старшим тренером национальной сборной России по вольной борьбе. Как вы оцените это известие? Ну, я очень позитивно оцену это известие. Во-первых, обидно, конечно, что мы без него остаемся немного так оголенными в этой весе. Ну, мы теряем как борца его, но приобретаем как тренера. Тем более у нас в тренерском штабе очень мало дагестанцев. Хотя спортсменов намного больше. Относительно, если взять нашу соседнюю республику Осетия, у них есть там представительство где-то общим. С учетом и вице-президента Фадзая, там 10 человек. То, к сожалению, у нас только 3-4 человек. Это Ахаджумрад Магомедов, Махач Муртезалей. И вот сейчас добавляется... Амбусалам Гадисов. Амбусалам Гадисов. Я напомню, что сегодня мы подводили итоги 28-го международного турнира серии Грам-при Иван Ярыгин по вольной борьбе. В гостях у нас были Майорбек Исупов, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе и Гусейн Гасанов, судья международной категории, тренер-преподаватель Каспийской школы вольной борьбы. С вами был Гаджумрад Зеуденов. Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok